Потому что, опять-таки, кому-то там, где-то там взбрело в голову напасть на соседнюю страну. Теперь другая тема. Что подумает всемирное сообщество? Вы скажете, мне плевать, что там подумает всемирное общество. Тебе не плевать, что там подумает всемирное сообщество. Всемирное сообщество подумает про тебя нехорошо, про нас всех нехорошо подумает и отключит вас от свифт-переводов. Всемирное сообщество уже плохо подумало про нас и рубль уже по 90 за доллар. Нам отключат от свифт-переводов, рубль будет по 150 за доллар. Давайте я вот сейчас говорю, это цифры из головы, не берите это как прогноз или как что-то еще, я просто говорю, что он будет дорожать, ну вот и все. Нас с вами изолируют как Северную Корею и будем мы жить вообще как Северная Корея, там не то, что там инфляция, больше вас не будет волновать инфляция, вас будет волновать, где бы что бы пожрать найти. В общем, полная изоляция, вот все, что может тебе представить Северная Корея, я не говорю, что так будет Российской Федерации, конечно же, до такой степени не будет, потому что Российская Федерация гораздо более независима, чем Северная Корея, но суть заключается в том, что жизнь такой, как прежняя, уже не будет. Смотрите на ситуацию с иностранной точки зрения, Европа кричит о том, что в средине Европы началась война, Европа имеется ввиду Евросоюз, а средина Европы имеется ввиду территориально, Украина это центр Европы, началась война, ну вы представляете, ракеты, танки, пушки, автоматы, солдаты, ну война, ну вот то, что вы вот это вот смотрите в фильмах, знаете, Ярость с Брэда Питтом смотрели, вот то же самое происходит сейчас. На месте иностранных граждан я бы подумал, что чертовы нацисты, я бы реально сравнил, сравнил Российскую Федерацию с Германией в времен Второй Мировой, это агрессор, вы не понимаете, да, каждого русского, который выйдет сейчас за границу, будут воспринимать, все будут наслышаны, все будут знать, что это за люди, они будут воспринимать как потомков нацистов, то есть, ну грубо говоря, я бы так это сделал, будь я, знаете, иностранным гражданином, я бы так и подумал. Я-то знаю, что здесь как бы никто не желает войны, и что это все вина как бы нескольких людей, но они за границей этого не знают, более того, они не хотят его знать, они не хотят об этом думать, они будут винить нас с вами. К нам с вами отношения больше прежнего не будет, все, мы агрессоры в центре Европы, если вы не понимаете, к чему это приведет, то вы поживете вот ближайшие месяцы и посмотрите, насколько сильно упадет уровень вашей жизни, насколько вы сможете на ту же самую зарплату позволить себе товаров, и будут ли эти товары по-прежнему в доступности в вашей стране, в вашем регионе. Вполне возможно, многие товары просто исчезнут из России. Большие компании, которые боятся за свой имидж, Apple, если бы была Tesla, уже бы ушла сразу, Microsoft, Google, прочие, они могут просто уйти из России, просто побоясь за свою репутацию. И что вы тогда будете делать? Как вот, вот, вот вы с вами, вот блогеры, как вы будете тогда получать свои деньги? Более того, в ответ на уход, наша сторона, опять-таки, не подумая о нас с вами, может и заблокировать все это, соответственно, мы с вами не посмотрим ни YouTube, эти смартфоны, на которых работает Android, ну, превратятся просто в калькуляторы. Если заблокирует YouTube, значит, заблокирует весь Google, а если заблокированный Google, у вас не будет работать Android. Соответственно, большая часть телефонов в стране превратится в мусор, в хлам. Я не говорю, что так будет, еще раз, я рассказываю вероятные события, которые, возможно, могут произойти, последствия, которые могут случиться по вине нескольких людей, по вине власти.